Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я буду делать макияж, вдохновленный периодом, который мы все знаем как Верни мне мой 2007-й. Если честно, я никогда в своей жизни не предположила бы, что я буду однажды делать что-то из этой категории. Почему не предположила бы? Да потому что в тот период в интернетах была Великая Гражданская Война. Ладно, это слишком громкое слово. В чем же заключались эти непростые времена? В том, что тогда было распространено две субкультуры. Эмма, трэш и все такое, и анимешники. А я была представителем людей, которые делали ня. Нас по звуку выбирает няковай-няковай. То есть я была со стороны тех, кто фапает на аниме. Но не буду угрозить вас, короче, долгим вступлением. У меня полно историй периода моей бурной детсвости. Но об этом я буду рассказать вам по ходу видео. И давайте, короче, уже приступим. Ах да, ну прежде чем мы приступим, обязательно подписывайся на мой канал. Тык, включи себе вдавление аппликации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И приступаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. И на инстаграм на мой подпишитесь, пожалуйста. А то, что вы не подписаны на мой инстаграм? Я не знаю. Я не знаю. Подпишись. Не ленись. Я скачала себе огромное количество картинок того периода, тех макияжей, этих образов. Поэтому я постараюсь сделать какой-то общий вывод, общий вид, вдохновляясь вот этим вот всем. В самом начале, конечно же, что я предлагаю сделать, это сменить немножечко мою прическу. Но с такой прической в 2007 году ходили, разве что, гламурные кису. Но мы сегодня не про них, не о чем. И я вернулась. Смыла макияж, и теперь у меня черно-розовые волосы. Конечно, при макияже они нам сейчас будут мешать, поэтому я заклюю их тоже вот заколочками. В самом начале нужно приступить с тонального крема и с основа под макияж. Я обратила внимание на то, что у всех идеально ровная белая кожа. Поэтому в самом начале я буду использовать мой блур для лица. Нужно сделать кожу максимально ровной, для того, чтобы тональный крем, который я буду наносить впоследствии, лег идеально ровно. Я воспользуюсь сразу двумя разными затирками для пор. В самом начале я использую блур-базу под макияж. И на мою блур-базу под макияж я втираю так называемую затирку для пор. Пока затирка для пор затирает поры, я использую вот этот вот экспресс-корректор. Он не имеет никакого цвета, поэтому я просто наношу его на зоны, которые у меня покраснели, на все зиники под глазами. И сейчас буду растушевывать. Когда база и затирка для пор сделают все, что они должны сделать, то есть покрыть лицо и затереться в поры, я использую мой самый светлый тональный крем. Кстати, обратите внимание, как круто он ложится на двойную степень блура лица. Назовем это так. Сейчас я предлагаю начать с бровей. Тут целая история, и она весьма интересная. Но прежде чем я нанесу себе брови, именно нанесу себе брови, одену-ка я шапочку, чтобы быть более в образе. И, если честно, тут кондиционера, так холодно, что я замерзла. Вот. Видите, с шапкой уже совсем другая картина. Я обратила внимание на то, что в макияже Эмма очень играет большую роль брови. При этом брови бывают двух типов. Первый тип это полностью круглые брови, просто круглейшие. И второй тип это какие-то очень странные брови. Наверное, все-таки сделаем круглые брови, потому что насчет странных я немножко переживаю и думаю, что они будут просто ужасно смотреться. Ибо, например, даже на вот этой вот фотографии достаточно очевидно, что тут не брови, а фотошоп. Потому что в естественном виде нарисовать такие брови, ну, конечно, можно, но выглядеть будет максимально неопрятно. Так что давайте остановимся на круглой форме бровей. Брови рисуются достаточно тонкими, поэтому мне придется половину моих бровей закрашивать консилером. Впрочем, ничего нового. Это уже не первый, так сказать, опыт. Основание бровей тоже по какой-то причине делалось узким и круглым. По крайней мере, судя по этим фотографиям. Поэтому ничего не остается, кроме как это же повторить. После того, как изумительно круглопрекрасные брови готовы, самое интересное нам предстоит дальше. Нам предстоит сделать макияж глаз. И вот это, я представляю, сейчас будет самое настоящее веселье. Изумительное, великолепное, прекрасное. Без базы под тени здесь совершенно точно не обойтись, если хочется сделать что-то более-менее адекватное. Я беру максимально черные тени и наношу их на складку верхнего века максимально сильно растушевывая. Сейчас нам нужно сделать глаз а-ля панда. Он должен быть очень большой и очень черный. И похож я даже не знаю на что. Ну, на типичный макияж Билла. Билла из Токио Отель, в смысле. Для мейка Эмма основной цвет тени черный и тени наносят на верхнее и на нижнее века для создания эффекта панды. При этом под брови на внешний уголок лучше нанести светлые тени, чтобы растушевка была более тщательной. Подводка это обязательный этап как нижнего, так и верхнего века. Кстати, а ты когда-нибудь была в субкультуре или, может быть, сейчас-то для тебя актуально? Расскажи, как она там оказалась или кем бы ты хотела быть в прошлом. Может быть. Кстати, верхнее веко я заполняю розовыми тенями. Теперь, когда пандаринский макет на глазу уже нарисован, остается взять черный карандаш. И при помощи черного карандаша нарисовать на глазу, я даже не знаю, как это называется, но что-то вроде стрелок, если можно так, конечно, выразиться. Именно благодаря подводке мы формируем тот самый вот этот вот странный такой коварный, хотя я даже не знаю, это трудно быть коварным, но, короче, вот эта вот особенность, специфический весьма взгляд. Так что подводка это важно. Хоть я и сказала, что я буду делать это карандашом, в итоге делала гелевой подводкой, я не знаю, как объяснить сие неприятные моменты. Вы понимаете, что я сказала, хотя вы уже и так все прекрасно понимаете. Большое спасибо, кстати, что выбрали именно этот временной интервал. Я читала ваши комменты под видео о макияже с 90-х, и очень многие из вас спросили именно период 2007 года. Мне реально было очень интересно изучать макияж Эмма, смотреть картинки и сейчас пробовать на себе что-то новое. Может быть, вы и в этот раз посоветуете мне, какой временной интервал или макияж какой субкультуры сделать? Да, кстати, огромную роль в макияже Эмма играют объемные, большие, длинные, пуфистые, да как угодно ресницы. Но я честно скажу, что на момент съемки этого видео я реально очень жестко затупила и поняла, что я забыла наклеить ресницы. Я так сильно увлеклась всеми этими фоточками, всем этим образом, что реально тупо забыла наклеить или прилепить ресницы. И вот теперь уже дело наступает за пудрой. Пудры придется наносить очень много, чтобы лицо было максимально идеальным. Кстати, я обратила внимание, что почти никто из них не использует румяна. Лицо просто выглядит белым и плоским, то есть никакого скульптурирования, контурирования, румян, холлайт, рассеяшечки, ничего нет. Поэтому можно сказать, что макияж практически полностью доделан. Теперь то, что предстоит выполнить, это определиться, что делать с губами. Оставить как есть или же испачкать их тональным кремом и сверху покрыть какого-нибудь белой фигнёй. Хороший вопрос. Думаю, что все-таки я сделаю мои губы ярко-розовыми, чтобы они гармонировали с моим веком, потому что на веки я тоже нанесла розовый цвет и на губы я нанесу розовый. И если честно, мне кажется, что так выглядит, ну, немножечко поприятнее. А потом будем делать фотографию и отправлять моей подруге, которая в детстве в своём была ему трэшем. И посмотрю, что она скажет. Интересно. Здесь всё достаточно просто, никакой особой техники нет. Немного помады и растушевать. Сфотографироваться обязательно нужно вот таким вот образом, потому что если мы не таким образом сфотографируемся, то не прокатит. Отправляем подружке. Ты бы поставила на аву. Если скажешь нет, наша дружба закончится. Я манипулирую. Что-то она подозрительно молчит. Эмма рулит аниме сакс. Простите меня, я не хотела. Насколько Эмма по шкале 10 из 10 эмо? Так забавно переписываться с моими друзьями. Вы знаете, они все в курсе, что я блогер. Но почему-то никогда не понимают, когда я пытаюсь их блогерски затроллировать. И это так забавно. 7 эмо из 10. 7 эмо из 10. Говорят, волосы портят сильно. Все. А вы скажете, насколько Эмма по шкале 10 из 10 эмо этот макияж? Ладно. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. И все такое прочее. Смотрите мое видео, где я повторяю макияж из 90-х. Оно тоже очень very good and very nice. А я с вами прощаюсь. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. О, господи. Здесь ты сможешь это перед тем, как мы поедем. То есть, ты думаешь, что так не стоит ехать в макияж? А что именно тебе не нравится? Камера включена. Нет, пошел. Давид, что именно тебе не нравится? Давид! Давид! Я написала моей маме и отправила ей мою фотографию, чтобы спросить, похож ли мой макияж на 90-е. И она просто в... Няу! Субтитры создавал DimaTorzok